И снова привет! Мне тут едется и в очередной раз я увидел джип, автомобиль марки джип. И я вам что хочу сказать. Не знаю как за всю Америку, но в Техасе, в Далласе джипы-вранглеры, они не являются какой-то мужской машиной или еще чем-то. Наверное, в процентах в 70-80 случаев за рулем вранглеров ездят девчонки. Они такие, знаете, чуть-чуть кантри-гол, спортивненькие, такие самоуверенные, в общем, нормальные. Такие, какие должны быть, в принципе. И что я хочу сказать. Очень интересно они на этих джипах ездят. Потому что все, практически все эти вранглеры, они со снятыми крышами, со снятыми дверьми. И когда девочка едет на этом вранглере, она едет не просто, ну, как водитель, да, вот там сидишь, ноги на педалях. Все прекрасно знаете, что в Америке машины очень редко можно встретить с механической коробкой, передать, что есть на стыбах. Все на автомате, нужна только одна нога. Так вот, друзья. Ох ты, у нас дождик начался. Вот те самые шторма, о которых кричит половина ютуба. Вот он, вот так вот выглядит, друзья, шторм. Дождик. Летний, теплый дождик. Так вот, что они делают, как они едут на этих вранглерах? Они едут не просто так, что вот, как водители. Они ногу либо закидывают вот так вот едут, либо ее снаружи машины выставляют на подножку туда, вот она у них просто болтается снаружи. Очень интересно было наблюдать. Я, когда первый раз это увидел, думаю, ну, наверное, какая-то чуть-чуть чеканутая, да, нога на улице, ветром обдувается, она едет музыку слушать. Оказалось, нет. Многие так ездят. И все вот так вот вытаскивают ногу на улицу. Я не знаю почему. Может быть, чтобы ветром лучше обдувалось. Но вот так вот бывает. Так, а я тем временем переверну вам камеру, покажу вам техасский дождь и расскажу про особенности пезды во время дождя. Вообще, я хочу сказать, что в Америке во время дождя ездить достаточно комфортно, и дороги очень быстро высыхают. Попробую сейчас объяснить, почему. Вернем, маневр закончил. Смотрите, друзья, если вы... Вот сейчас это меньше заметно, но тем не менее, все дороги в Америке сделаны под уклоном. То есть, центральная часть приподнята по сравнению с боковыми. Это сделано для того, чтобы вода стекала. Помимо этого, если коллекорный асфальт чем-то пропитан, что вода скатывается с него, как антидождем пропитанным, то в Техасе дороги бетонные, такого не случается, но вода очень быстро уходит, потому что дороги под наклон. И из особенностей Техаса, например, в Калифорнии, даже когда ты сдаешь на права, по теории, везде написано, написано, и инспектора говорят все, первые 15-20 минут дождя по дороге лучше не ездить, либо ездить очень аккуратно с большим запасом дистанции, потому что дороги становятся очень и очень скользкими, потому что на дороге остаются остатки шин, остаются какие-то масла, выхлопы, которые идут на дорогу, они тоже бесследно для асфальта не пропадают, не исчезают, и на асфальте остается такой налет, пленка, которая при первой воде становится очень скользкой, как лед практически. И действительно, я даже на Приусе попадался на такое, когда дождик начинается, ты едешь, входишь в повороты, чувствуешь, что у тебя то АБС срабатывает, то машину начинает чуть-чуть заносить, то есть это действительно так. В Техасе я не знаю, как насчет правил дорожного движения, но с началом дождя люди ездят точно так же. Может быть, это потому что они и так более-менее расслаблены, может быть, еще почему-то по каким-то причинам, но я думаю, что дело в дорожном покрытии. Так как покрытие дорожное здесь не асфальт, а бетон, он сам по себе шершавый, то есть сцепление улучшается, и помимо этого он еще весь в насечках, либо продольных, либо поперечных, но, как правило, продольных. Из-за этого как раз создается шум, то есть когда ты на скорости едешь, вы, наверное, замечали, что когда я еду по хайвею, машина АБС сработала, когда я еду по хайвею, то слышен пул такой, как будто самолет летит. Так вот, на скорости более 70 км в час, вот благодаря этим насечкам, машина начинает ехать шумно, то есть начинает шуметь шины. Вот, друзья, такие особенности во время дождя. Как вы видите, во всем Техасе штормов нет. Есть шторма у нас в Хьюстоне, может быть до Остина доберется, ну, Хьюстон это, это Хьюстон, скажем так, это практически Флорида, хоть и зовется еще Техасом, но тем не менее. Вот, Даллас это северная часть, в Далласе шторма бывают редко, здесь иногда зимой бывает гират, такое куриное яйцо, которое долбит все машины, здесь достаточно много машин, которые такие побили, вот, а так в целом нет. Ну вот сегодня у нас дождик будет 3 часа, 3 часа шторм, как бы это не смешно было, да, накипело у меня, друзья, накипело после того, как я открыл Ютуб и посмотрел, что мне предлагается из русскоязычного интернета, из русскоязычных американских блогеров, скажем так, этот шлаг смотреть невозможно, честно говоря. Это же самый настоящий обман, когда человек приедет на название и переходит туда, и не будет в поиски, он переходит, но там абсолютно иное, это еще зачастую качество картинки очень и очень сильно страдает, либо это на телефон, так как я поначалу снимал, либо на камеру, но снято настолько похабно, что смотреть тоже невозможно. Шлифуем, друзья. Мы шлифуем на этом бетоне, вот о чем я и говорю, значит здесь все-таки точно так же пленка на бетоне, она остается, потому что я вроде бы трогаюсь не сильно, но благодаря тому, что машина все-таки гибридная, два двигателя, они дергаются вместе, то есть торм у машины больше, чем у обычной зимы. но вы представляете, что будет если экстренно тормозить, если оно при разгоне начинает функцировать, то при торможении будет вообще труба. Поэтому едем аккуратнее и едем, стараемся не тормозить тресло, и соответственно, держать дистанцию с впереди идущей машины и так же сколько лет назад. Вот, друзья, такая езда в дождь в Техасе, в Далласе, скажем так. Я уже понял, что когда блогер говорит название штата, то надо сразу всегда уточнять город, потому что в Калифорнии есть северный, есть южный, это две различные в Калифорнии. Помимо этого, в Калифорнии есть Берри, а здесь Сакраменто это не Беррия, скажем так, и Беррия, только маленькая часть. Точно так же и Техас, друзья. Кстати, вы видите, какая интенсивная дождь периодично бывает? Когда такие дожди идут постоянно, то есть ты не заехал в тучку, где дождик, например, 6-3-4 такой вот дожди нам нужно потерять, то американцы стараются не ездить. Они паркуются, они встают на обочинах, заезжают куда-то на заправке, чтобы не ехать по такому дождю. Американцам, по крайней мере, талосовским американцам под такими дождями ездить страшно, потому что они плохо видят дорогу, они плохо ориентируются, а так как в отличие от постсоветских людей, да, скажем так, от россиян, как в моем случае, мы привыкли ездить в условиях стресса, когда все тебя хотят подрезать и обогнать, а ты не удаешься, то нам в таких условиях ездить нечего. Американцы ездят всю свою жизнь расслабленно, поэтому для них вот такие экстремальные условия действительно являются экстремальными. Они такие дожди называют талосовскими. Талосы американцы называют штормами и стараются либо из дома не выходить, либо не ехать туда, либо припарковаться и не ставить, подождать. А это для них нормально, потому что они расслаблены. Вот, друзья, как вы видите, даже в пределах, скажем так, нескольких районов, насколько сильно меняется погода. Я с вами начал разговаривать в легком дождике, мы проехали тучки, мы побывали в сильном дожде и вновь мы приехали в место, где дождя, то есть шторма нет. Так что, вот так вот. Спасибо, что посмотрели. Оставайтесь на позитиве и внимательно смотрите то, что вам дает YouTube. Все критикуйте, все прогоняйте через себя и начинайте мыслить критически. Не клюйте на название, потому что зачастую это кошмар, это ни о чем и просто потратите свое время за это. Мое внутреннее ощущение. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok